Здравствуйте! Это передача о кино, актерах, знаменательных датах и событиях, происходящих как в отечественном, так и зарубежном кинематографе. Сегодня наш кинопроектор направлен на дворец Кочубея, где состоялась пресс-конференция создателей фильма по этапу. Казалось бы, о Второй мировой войне снято много, но видно до дня, когда будет поставлена окончательная точка, еще далеко. Режиссер Том Робертс, известный больше по документальному кино, поставил в Санкт-Петербурге свою первую художественную картину. Действие происходит в женском лагере в городе Пушкине, куда по ошибке отправили пленных немцев. «Чертовски холодно. Нам нужна теплая одежда. Еще нет. Это просто женщины. Они не знают, что с нами делать. Посмотрим, что будет. Мой персонаж не очень лицеприятный человек. Я впервые играю плохого парня. Наверное, это самый убежденный фашист из всех солдат. И даже после того, как он проиграл войну, он уверен в своей правоте. Этот образ настолько далек от меня, что воплотить его на экране было еще более интересно». Даниэль Брюль известен в России прежде всего своей ролью в ностальгической драме «Гудбай, Ленин», где его партнершей по фильму была Чулпан Хаматова. Актер родился и вырос в Восточной Германии, а поэтому Россия ему понятна и близка. «Я очень давно хотел побывать в Санкт-Петербурге, потому что здесь у меня есть друзья, и город этот мне очень интересен. К сожалению, у меня не так много времени, чтобы увидеть многие основные вещи в городе, но я уверен, что вернусь летом в белые ночи». Послевоенная драма по этапу рассказывает о немецких военнопленных, которых в 1946 году переправляют в лагерь для русских женщин-заключенных. История, рассказанная в новом фильме, подлинная. Немцев в послевоенном Ленинграде было действительно много. Они восстанавливали разрушенный город. Бежать бывшим врагам было некуда. Свою родину они уже потеряли. Охраняли их женщины-конвоиры. «Эта история привлекла меня, потому что появилась возможность посмотреть на прошлое другими глазами. Это взгляд персонажа, исполненного Томасом Кречеваном, который является моральным центром всей истории. Это человек, который должен простить себя, чтобы иметь возможность полюбить кого-то. Здесь мы видим конфликт между исторически сложившейся ненавистью, болью и человечностью. Это фильм о том, что мы, люди, испытываем в очень напряженное время». В совместном российско-британском фильме играют Джон Малкович, Евгений Миронов, Ингеборга Добкунайте, Вера Фармига и Андрей Федорцов. Томасу Кречману, известному по фильмам пианисты «Сталинград», вновь досталась роль фашиста. «Два года назад мы снимали здесь фильм «Бункер» о падении Берлина. Сегодня здесь гораздо приятнее быть, так как в прошлый раз нам приходилось носить фашистскую униформу. Идя по улицам этого города, мы чувствовали настоящий стыд за прошлое своей страны. В этот раз было гораздо легче, так как мы были побежденной стороной». Закрепившаяся за артистом амплуа, для Томаса это уже седьмая роль немецкого офицера, совсем не повод видеть в нем однопланового актера. В его творческом багаже немало и других интересных работ. К примеру, роль папы Иоанна Павла II, одного из главных борцов с фашизмом. «Я женат на русской женщине, которая родилась в Санкт-Петербурге. У нас трое детей. Ее отец еврей, и вся ее семья была уничтожена немцами во время страшной блокады Ленинграда. И вы можете себе представить, что ее родственники были не очень счастливы видеть меня в качестве жениха. Я очень счастлив быть здесь. За время съемок я понял, что хочу поскорее увидеть этот фильм, потому что в нем есть части моей собственной истории». Если немецкому актеру Крэйчману для своей роли особой подготовки не требовалось, то американцу Малковичу, одной из центральных фигур в фильме, прочитать исторические материалы все-таки понадобилось. Согласитесь, офицер НКВД, конвоирующий пленных немцев по этапу, весьма отличается от его героев избы Джона Малковичем или Жанны Дарк. Я играю полковника НКВД. Я решил сыграть эту роль, потому что это хорошая история. Это интересная тема, которую раньше не затрагивали. И, конечно, это люди, с которыми интересно работать. И со многими из них я работал уже много раз. «Готовясь к роли, я прочитал несколько книг об этом периоде. Две замечательные книги Энтони Биверса «Битва за Сталинград» и «Падение Берлина». Отличную книгу о Сталине. И только вышедшую на английском языке Энтони Биверса о Василии Гроссмане, советском военном корреспонденте. «Битва за Сталинград» Полковник Павлов, такая честь… Честь для меня, капитан. Спасибо. Однако до меня дошли некоторые неприятные слухи. Какие, полковник Павлов? Говорят, ваши заключенные живут как у Христа, за пазухой. Это правда, капитан Ольга Александровна? Циничный, интеллектуальный, гениальный, странный. Всеми этими эпитетами не раз Джона Малковича награждали журналисты и критики. Пожалуй, самым верным определением его актерской манеры будет психологическая выверенность. Объясните, что за странной силой обладает Джон Малкович? Я должна понять это, потому что я хочу только одного быть им. Хотите чего? Хочу быть им! Быть Джоном Малковичем! Загадочный Джон Малкович. Один из величайших в мире артистов. Малкович с детства интересовался театром. И в молодости стал одним из основателей всемирно известной чикагской труппы «Степные волки». Оттуда, во весь опор, он понесся к признанию на Бродвее и звездной славе в Голливуде. Малковичу, как многим театральным актерам, в Голливуде чаще всего предлагают роли злодеев. И они ему, конечно же, удаются. За роль психопата-убийцы в ленте «На линии огня» он был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». Малкович избалован вниманием и маститых кинематографистов. Его снимали Бертолучи, Антониони, Гудиалон. Популярность актера достигла необычайных вершин. Эй, Малкович, лови! Ай! Ай! Он никогда не переигрывает, ему всегда веришь. Он действительно может стать умным и расчетливым циником, как в игре Рипли, или перевоплотиться в великого соблазнителя Викона де Вальмона из опасных связей. Порой кажется, в этом человеке живет множество абсолютно разных личностей. Малкович. Малкович, Малкович. Малкович, Малкович. Малкович, Малкович, Малкович. Малкович, Малкович. Малкович? Малкович, 14 долларов, Малкович, 12,50. Малкович! Сейчас Джон Малкович живет во Франции и снимается главным образом у европейских режиссеров. Время от времени он появляется в Чикаго для постановок спектаклей и участия в них. Ну и само собой заезжает в Голливуд. Малкович, Малкович. Малкович, Малкович. Малкович. Но вернемся к пресс-конференции. По сюжету советские женщины, потерявшие в годы войны своих мужей, начинают сочувствовать изможденным и беспомощным немцам, постепенно налаживая с ними отношения. Медсестра в исполнении Веры Фармиги – одна из таких женщин. Обо всем происходящем в те годы рассказала реальная свидетельница событий – табельщица лагеря для военнопленных. Но почти у каждого актера в дополнении оказалась своя подлинная военная история. Я играю медсестру в перевалочном лагере. И моя бабушка была медсестрой в таком лагере. Она из Украины. И пока я росла, я слышала от нее очень много печальных историй о войне. Она была человеком с поистине большим и добрым сердцем. И для меня, как для ребенка, всегда было непонятно, почему в ней так много непримиримости с прошлым, непримиримости между русскими и немцами. И мне кажется, то, что сегодня мы обращаемся к теме примирения, это очень, очень важно. Андрей, я принесла тебе новое лекарство. Ольга пытается найти нам работу. Пока в лагере никого нет, отдохни. Ей нужно много работать, иначе лезут воспоминания. Все, как и у нас. Лично для меня, это история о терпимости. Это о том, как мы можем преодолеть ненависть. Преодолеть то, что кто-то сделал очень больно нам и нашим семьям, людям, которых мы любили, что кто-то нанес непоправимый урон. Можем ли мы это преодолеть? И как мы можем с этим жить? Не знаю. Есть ли вообще ответы на эти вопросы? Но мы можем их задавать? Вот, пожалуй, и все, что пока можно рассказать о кинокартине по этапу. Остается только дождаться ее выхода. Позвольте попрощаться. С вами была Лилия Тарасевич и программа «Кинопроектор». Смотрите кино на большом экране. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»